Приветствую вас, ага, конечно, надо бы обязательно выяснить все, что у вас связано с ассоциациями по поводу каждого элемента сновидения, потому что иначе интерпретация сна будет просто интерпретацией, ну это просто, вот мы просто проведем интерпретацию в еще одно сновидение, вот, при том, что у вас уже интерпретация, наверное, своя какая-то есть. Что вижу я? Я вижу то, что вы скучаете по животным, я вижу то, что, ну вы тоскуете по нему, ждаетесь в нем, в животном, возможно, вы не отпустили до конца собаку, вот, и скорее всего вы испытываете чувство вины, скорее всего. Вот именно чувство вины, именно чувство вины, оно, ну как бы это сказать, да, оно мотивирует и стимулирует вас на то, чтобы, значит, снова и снова возвращаться в своих хотя бы переживаниях, вот туда, к тому, чтобы, значит, снова и снова, да, переживать этот момент, момент, когда, к примеру, вы потеряли собаку. Как правило, как правило, связано это с тем, что человек, ну, в данном случае вы, не уверен в том, что сделал, все, что мог, все, что мог, все, что мог. То есть, к примеру, вы не уверены в том, что сделали все, что могли для своей собаки. Вот. И, соответственно, это подпитывает ваше чувство вины, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, вы можете на самом деле нуждаться в домашнем, ну, в домашнем животном, да, в питомце. Вот. То есть, это, в общем-то, нормальная, нормальная история, нормальная практика, вот, что вы можете в этом нуждаться. И сон, ваш сон, мог, по сути, вполне стать результатом, просто результатом, скажем, определенных событий в вашей жизни. То есть, какие-то определенные события в вашей жизни, ну, напомнили вам о том, что вот, значит, вы нуждаетесь в животном. Вот. То есть, как правило, да, история, она именно так, такая. Вот. То есть, что именно сон означает, нужно смотреть по ассоциациям, я вам привел только лишь наиболее такие распространенные интерпретации этого сновидения, да, то есть, ну, может быть, была травма у вас, к примеру, может быть, была травма, в результате которой вы до сих пор не пережили, не отпустили, может быть, не выразили все негативные свои эмоции по поводу данного аспекта, по поводу потери домашнего питомца. Вот. То есть, тут могут быть в любом случае варианты. В любом случае тут могут быть варианты. Могут быть варианты. Вот. Но мне видится, история мне видится именно такой. Вот. История мне видится именно так. Мне видится история. Вот. Другой вопрос. Да, другой вопрос. По какой причине вы хотите понять, что этот сон значит? для чего вы хотите понять это? То есть, что вас беспокоит? Какие чувства вы испытываете, к примеру? вот. Потому что сны, будучи результатом желаний, будучи результатом потребностей, вот. сны, как правило, наиболее эффективно интерпретируются, если, понятно, субъективная сторона того, кому сон приснился. Да. Поэтому, например, так важно, допустим, знать, что происходило с вами в ближайшие, ну, в ближайшие, например, две недели. Вот. Что с вами было в ближайшие две недели. И было ли что-то с вами. То есть, имели ли место быть какие-то события, которые, ну, так или иначе вызвали у вас обратную связь, скажем так. Вот. Так что, я думаю, что вот именно в таком ключе вам и можно ответить на ваш вопрос. Вот. Значит, если вы хотите подробнее рассмотреть свою ситуацию, то я рекомендую вам все же уделить время той информации, которую я озвучил. Потому что это важно. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Это все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если он сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.